господу дорогие друзья приветствую вас во имя иисуса прежде чем я буду проповедовать я хотел бы сказать несколько вещей этот мир колеблется колеблется экономика специально специально еще раз скажу специально колеблется экономика разрушается целенаправленно для того чтобы навести хаос а потом чтобы пришел человек определенный и навел порядок и все ему аплодировали бы и говорили о это наш избавитель поэтому во время колебания знаете на земле это не первый случай колебания когда колеблется все и бог знает об этом богом это все допущено и бог это не убирает но для верующих в бога всегда есть выход всегда есть благословение и никогда верующий не будет с протянутой рукой и так я хочу сказать о финансах многие сейчас будут терять работы имущество будут терять деньги будут терять деньги будут обесцениваться вы скажете это неправда я вам скажу уже было такое много раз на земле много много дефолтов было много падения было много самоубийств было много с ума с людей сходили почему их сердце не было никогда с богом оно было заложено там зарыто вместе с сокровищем и вы знаете во времена великой депрессии правительство отобрало у людей золото отобрало если у тебя нашли бы дома золото которое ты не сдал за копейки то у тебя тебя посадили бы в тюрьму потом пришла еще другая волна серебро забрали у у всего народа скажите как такое может быть почитайте эту историю поэтому сейчас время для верующих людей сеять финансы не удерживать не копить послушайте я вам скажу сеять финансы в божье царство в церковь также помогать людям если у вас есть эта возможность помогать людям финансами помогайте сейчас вы не знаете в какой беде вы окажетесь вы точно окажетесь в беде многие люди окажутся в беде но именно в этой беде будет протянута рука помощи от бога и сейчас многие люди очень уверены что их кризис не коснется это верующие люди люди которые ходят с богом живут по его принципам исполняет его заповеди знаете что как закон сеяния и жатвы никто отменить не может никакой кризис никакой вирус никто не может отменить закон сеяния и жатвы он всегда был всегда будет поэтому сейчас сейте надо заранее заготавливать заранее заготавливать и мудрый царь соломон говорил и ленивец иди посмотри на муравья у него нет ни приставника ни начальника но он все делает он заранее делает он планирует он готовится он запасается он так далее сейчас как ты можешь запасаться не то чтобы деньги складировать просто обесцениться будет бумага у тебя сей сей в божье царство помогай сейчас людям сейчас многие будут терять работы поддерживайся есть возможность это не просто какой-то призыв ложный призыв какой-то вот использую свои финансы используйте бог не зря дает это очень сильно кому-то может помочь уделяйте время на поиск бога и его откровений и его водительство вам нужно будет лично получить для себя как именно вам поступать в это время и то еще время которое идет впереди вам нужно лично знать бога лично иметь откровения потому что одни будут говорить одно другие будут говорить другое люди разделятся на два лагеря может на три лагеря на четыре лагеря и ты будешь думать какому лагерю мне пристать тебе нужно сейчас водительство святого духа тебе нужно быть в мире в покое и знать точно что знать о тебе бог позаботиться наш когда ребенок находится в детском саду его родители отвели туда и он точно знать что за ним придут вечером точно знаете ребенок не беспокоится он играет он вообще ни о чем не беспокоится и вдруг приходит папа забирает его понимаете так же здесь мы не будем беспокоиться за нами придет послушайте если мы сейчас будем послушны и мы будем активно жертвовать знаете меньше вкладывайте финансов во что-то в шмотки ведутов старайтесь по другому сейчас перед перенастроить мышление потому что в трудные времена бог откроет свои небесные источники откроет аллилуйя и еще последнее третье что я хотел бы сказать размышляйте о небесах размышляйте о вознесении находитесь в поклонении поклоняйтесь прославляйте бога вы будете себя защищать ограждать не только от вируса физического но и вируса в мозгах представьте сколько людей с вирусами в мозгах живут у них такие вирусы страшные если все это найти распечатать мы будем в шоке аминь аллилуйя сейчас я буду проповедовать и тема проповеди будет называться осторожно воры предупреждение такое знаете нас надо предупреждать и господь вам всегда за то чтобы мы были предупреждены предупрежден значит вооружен луки 12 39 вы знаете что если бы ведал хозяин дома который час придет вор то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой иисус это говорит а слова иисуса он говорит что хозяин дома куда вор уже спланировал у него чертежи карты он планирует обокрасть этот дом и хозяин бодрствовал бы вот тогда бы он включил повышенное внимание и смотрел бы где подкоп будет где этот крот появится где где эта горка надуется а так знаете расслаблены и многие верующие а ну слышали о вар о варе да о главном варе который обкрадывает человека ну как бы сейчас не до этого сейчас другие дела мне более важные и и она 10 10 говорит вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком одни будут обкрадены верующие убиты будут много и даже пойдут в ад у других будет жизнь жизнь знаете не только булка с маслом там еще будет такой бутерброд большой жизнь с избытком жизнь с избытком она во всем будет жизнь с избытком это не будет жизнь выживания как будто ты в лесу ягоды просто ешь тебя больше ничего не осталось есть вот такой найти в момент выживания жизнь выживание нет господь говорит что у вас будет жизнь с избытком представьте такая разница господь ты что лицеприятен господь говорит нет я не лицеприятен поэтому я умер за весь мир не за определенную нацию, не за одного человека. Я умер за весь мир. Я весь мир хочу. Хочу открыться всему миру, хочу благословить весь мир. Бог любит весь мир. Все национальности, всех людей до исключения. Но, к сожалению, откликаются немногие, реагируют немногие. Немногие принимают Божью любовь всерьез. Многие относятся, знаете, с пренебрежением к любви Божьей. Недооценивают ее. Им все равно до того, что их любят. И что они хотят, позаботиться. Поэтому заранее, представьте, заранее Господь заботится о нас, чтобы мы не были обкрадены. Потому что у нас есть такие сокровища. У нас есть такие сокровища. Ева даже не осознавала, что она обладательница сокровищ. Великих-великих сокровищ. И что сейчас, когда с ней разговаривают, уже с ней заговорили. Уже то, что с ней начали говорить, это уже просто момент взрыва. Уже просто, ну, уже через несколько минут сейчас будет. Момент именно смерти. И его обокрал дьявол. Обокрал. И туда впутался еще Адам. И вместе с ними впутались мы. Мы влетели туда. Просто. Если кого-то обкрадывали когда-то, то вы можете даже это чувство пережить, как бы вспомнить. Оно очень неприятное. Очень неприятно. Вы трудились, вы зарабатывали. Вы, знаете, вы серьезно относились к жизни. И просто какой-то вор, наглый вор, залез и обокрал. Я не знаю, дом ваш обокрал, машину вашу обокрали. Или карманы ваши обокрали. Там где-то в транспорте. То есть у воров всегда есть цель. И они действуют тайно, незаметно. Замаскированно. Но их цель одна. Отобрать от вас. Отобрать от вас главное, что вы имеете. Три цели вора. Украсть, убить и погубить. Украсть. Что ворует у вас дьявол? Что? Что первое? На что первое дьявол охотится? Чего он лишает вас? Да. Знаний. Потому что вера. Говорят, правильно, вера. Но вера – это знание. Невозможно поверить, если ты не знаешь. То есть первое, что дьявол ворует – это знание. Когда человек не знает. Представьте, человек не знает, куда идти. Вот. Например, многие люди знают, куда идти. А многие люди не знают, куда идти. И в Библии написано, что из-за недостатка знания погиб народ мой. Просто из-за недостатка знания. А также в слове написано, что любящим Бога должно знание от Него. А знание – это руководство. Это как свет. Это как фары у машины в ночи. Она знает, куда ехать. Попробуй фары разбей, если у тебя лампочки перегорели. Попробуй ездить куда-то. Да никуда ты не приедешь. Почему освещение дома? Почему на улице? Вот это все знание, свет. Это Божье знание, Божье направление. Для нас мы должны знать, что Бог нам дал. Что Бог для нас имеет. Что Бог приготовил для нас. Что мы должны делать. Это все знание. Это все знание. Многие люди не знают. Многие люди не знают ответы на три главных вопроса. Откуда я? Для чего я здесь на земле? И куда я иду? Не знают эти ответы. А в воскресной школе учат. Так что и в церкви учат. Поэтому приходите в церковь. Если вы не в церкви, вам нужно прийти в церковь. И быть частью церкви. Пора бы уже. Пора, друзья. Несмотря на эти цели, которые планирует вор. Иисус дает вам выбор. Иисус говорит, я тоже пришел. Вор пришел. И я тоже пришел. Иисус сообщает тебе. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. И знаете, как Иисус сказал? Пришел к своим. И что свои? Отказались. Отказались от Него. Пришел к своим. И свои не приняли Его. И свои не приняли Его. Хотел ли он благословить свои? Да, конечно. Он для этого и пришел. Иисус никогда не пришел, чтобы что-то взять у тебя, украсть у тебя, испортить тебе что-то. Нет. Он пришел только для того, чтобы благословить твою жизнь. Он всегда поднимал людей, обогащал их, селял их, давал им новую жизнь. Поэтому написано, Иисус пришел к своим, и свои не приняли Его. Итак, когда Господь сегодня приходит к верующим, многие верующие не принимают Его, не имеют откровения. Если ты с Богом не можешь просто общаться на своем понятном языке, я объясню, твой понятный язык, русский, украинский, английский, эстонский, Иисус приходит ко многим верующим, и у них нет откровения, я говорил о языке, что если вы думаете, что вы с Богом русский, например, человек, и он будет душевно говорить с Богом на русском языке, и у тебя все будет в порядке. Вот тут-то ты ошибаешься, у тебя не будет все в порядке, потому что Бог не разговаривает на русском языке. Он может тебе это сказать, он знает все языки мира, но он говорит через откровение. Откровение – это знание от Святого Духа. Это знание, это жизнь. У Бога есть свой язык, который надо выучить. И вот поэтому много людей как бы разочаровываются, просто не понимая, что надо теперь учить божественный язык и вникать в Слово Божье вместе со Святым Духом, чтобы Дух Святой открывал это Слово. Вот тогда ты будешь слышать Слово Божье. Иисус сказал дьяволу в ответ, не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Слово, которое исходит из уст Божьих, Он тебе прямо сейчас говорит, онлайн говорит. И ты даже можешь прочитать в Библии, но Он тебе скажет онлайн. Он тебе прямо сейчас это скажет. Для тебя это так прозвучит. И ты будешь это переживать. Вот это значит общение с Богом. А не просто, я душою с Богом говорил. Нет, ты не душою с Богом говорил. Ты просто изливал свою душу, чтобы тебе полегчало. С Богом ты не говорил. Ты будешь с Богом говорить, но Он ищет поклонников, которые поклоняются Отцу в Духе Истине. Это по-другому. Это для человека нам дан. Чтобы мне пообщаться с моим другом, с моей супругой, с моими детьми. Мне дан русский язык. Это человеческий язык. Есть божественный язык. И божественный язык это откровение. И вот Иисус ко многим хочет прийти как в виде откровения. Открыться. И они не хотят этого. Он пришел к своим, свои не приняли. Они не хотят. А им это непонятно. А вот знаете, измениться не хотят. Они хотят, чтобы Бог изменился. И чтобы им было доступно и понятно. А Бог говорит, нет, вы восходите ко мне. Вы идете на небеса. Вы что-то о них должны знать. Вы должны хотя бы мечтать о них. Вы хотя бы должны просто размышлять о них. И обо мне. Поэтому Иисус всегда дает выбор. Он говорит, вор приходит. Но я прихожу тоже. Поэтому он не оставляет нас брошенными. Так, ну давай, ты недооценил. Вор, кради у него. Он же предлагает тебе себя. Итак, если человека обокрали. Послушайте внимательно. Убили. У него веры больше нет. Он мертвый. И погубили, разрушили всю его жизнь. Вплоть до того, что он уже, знаете, вешаться согласен. То это произошло только с его согласия. С его, знаете, отношения к Богу. Наше самое главное в христианстве, между Богом и человеком, это отношения. Насколько будет твое серьезное отношение к Богу. Насколько качественно ты будешь подходить и ценить его. Все, что он для тебя делает. Представляете? Мы не ценим, что Бог делает. Мы принимаем это как естественно. Бог, ну ты все это и должен делать. Ты должен нас возлюбить. Ты должен нас кормить. Ты должен нас одевать. То есть мы не принимаем это как дар, как заботу, как любовь. Мы принимаем это. И естественно, он должен. Он же отец. Слушайте, так не пойдет. Так нельзя думать, так нельзя размышлять. Вы скажете, не может такого быть, чтобы согласие человека обокрали его. И он ходил такой весь разрушенный. Все, на что я надеялся. Все, что я копил, украли. Нет. Ты этого хотел. Ты хотел этого. Из двух разбойников, распятых по обе стороны, рядом с Иисусом, один захотел, не захотел идти в ад. Он просто не захотел идти в ад. А другой захотел. С его согласием он захотел идти в ад. Вы скажете, неужели такое может быть? Почитайте Библию. Почитайте распятие Иисуса Христа. Вы увидите, что один говорит, я не хочу в ад. Я не согласен туда идти. Иисус, помоги мне, Иисус говорит, сегодня будешь со мной в бою. Другой висит. То же самое мог бы повторить. Тоже мог бы сказать, я не согласен, Господь. Да, мы неправильно сделали, мы бандиты. Мы умираем, правильно нас казнили. Правильно. Могли бы еще людям сказать, что не грешите, не грешите, не делайте зло. Посмотрите на нас. Вот так мы умираем. Вот так бандиты умирают. Нет. Он так не сделал. Он хулил Иисуса. Он обзывал его, он смеялся над ним, подкалывал, подшучивал над ним. Я говорю, если ты сын Божий, сойди с креста. И знаете, у него такой фильм, он себе берет и гвозди вытаскивает. Такой сошел на креста. Первое, это фарисеев. Всех отловил, убил. И потом такой этих разбойников снимает. Слушай, какое-то странное кино было у него, у этого разбойника. Меньше смотреть надо боевиков. И фильмы, где любят мстить. Первое, что ворует дьявол, это истину. Это правильные знания. Когда нет правильных знаний, тогда и вера неправильная. Я слышал одно интервью, там у пасторов брали. И такой был задан вопрос, почему верующие болеют. Почему верующие тоже болеют. Один из пасторов интересно сказал вещь, что иногда мы неправильно верим. Иногда наши молитвы неправильные. Если они неправильные, на них нет ответа. Например, Господь исцели меня. Это неправильная молитва, он говорит. Господь уже исцелил нас. Нам надо теперь повелевать, чтобы исцеление пришло. Принимать исцеление. Господь исцелил нас 2000 лет назад на кресте. И он говорит, вот так люди, многие неправильно верят. И я слышал другие свидетельства, что один пастор рассказывает, ко мне подбежали люди, просто меня оградили, просто заблокировали мне вход и стали мне говорить. И стали мне говорить. Вот. Вот, снимки стали показывать. Он говорит, что такое вообще, я не понял. Чуть ли не перепугался. Вот, смотрите, у моего мужа была опухоль, больше нет. У моего сына также еще были там какие-то проблемы, тоже нет. Вы говорили, и мы слушали передачи, вы говорили, что вот так и так, что неправильно. Вы молитесь, надо верить, что Бог уже исцелил. Принимать исцеление, научиться принимать исцеление. И мы все молитвы наши изменили. И мы стали видеть ответы. А почему многие верующие вымаливают Бога? Послушайте, это не злой дух, которого надо замаливать. Это не дед мор, которого надо умалять. Пожалуйста, пожалуйста, не морось нашу жатву. Дай нам поесть. Дай нам осенью собрать урожай. Вот, на, возьми там девицу. Мы ее в жертву приносим. Вот. Знаете-ка, это все было в истории. Приносили жертву этим духом. Слушайте, с Богом. Бог себя в жертву принес для человека, чтобы мы сегодня освободились. Итак, часто мы обкрадены, просто нам подсунули лживые знания. Знаете, всегда, когда действует вор, у него отвлекающий маневр есть. Он говорит, смотри туда, хоба, и забрал что-нибудь. И забрал у тебя, вытащил у тебя твой билет. Ты едешь уже без билета. Ты уже нарушитель. Так же и здесь. Он тебе подсовывает ложные знания. Ложные знания. И ты чувствуешь, нету комфорта внутри. Нету ответов внутри. Не работают эти знания в жизни. Их нельзя применить. Зачем мне тогда груз этот нужен? Надо скинуть этот балласт. Тебе нужны истинные знания. А истина, истина, это личность, это Иисус. Иисус говорит, я есть путь истины и жизнь. Я есть. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, общаясь с Богом, получая откровения, ты получаешь руководство и правильные знания. Вот этого не хочет дьявол. Он не хочет, чтобы у тебя была истина. Он не хочет, чтобы ты был правильно научен. Он не хочет, чтобы ты во время кризиса процветал. Он хочет тебя заразить и убить. А вы спрашиваете, а что мне делать, что мне делать? Просто раздайте и помогите людям, у которых есть нужда. Так Иисус написано, Он обнищал, чтобы мы обогатились. Он обнищал, раздал абсолютно все. И мы обогатились, если бы Он не раздал, если бы Он что-то оставил. Кровь только 100 грамм я пролил. Я не буду проливать все мои 5 литров или 3 литра, сколько. Слишком много для них. Я себе тоже должен. Послушайте, как бы мы сегодня обогатились? Вот почему мы часто стрессуем. Мы не знаем, как поступать. Мы не знаем, как поступать правильно. Почему не знаем? Потому что ты уже обкраден. Если ты не знаешь, что у тебя нет откровения, нет знания, вор уже давным-давно прошелся. Там воришки ходят и все забирают последнее. Что еще не успели забрать? С твоего разрешения, с твоей халатности. От того, что ты просто зависаешь в интернете. Если ты зависаешь в интернете, ты нищий. Ты обкраденный. Не спишь из-за этого. Ты вообще, ты грешник. Ты грешишь. Ты не понимаешь, что воруют тебя из-за того, что украли у тебя. Тебе теперь нечего дать, а они пострадали. А ты должен был раздоятелем быть в доме. Как Иисус говорил, раздоятелем хлеба. Твоя была ответственность заботиться о других. Это наша ответственность. И еще я для многих верующих сейчас скажу. Многие верующие, которые переживают такой духовный кризис. Знаете, многие верующие жалуются и говорят. Ой, я устал слушать одно и то же в церкви. Ой, в церкви так скучно. Ой, в церкви так вообще никак. Ой, все одно что-то говорят, нет нормальных. Знаете, я вас призываю. Вот именно вас, вас таких капризных верующих, я вас призываю повзрослеть. Вас Бог призывает. Через меня вас Бог призывает повзрослеть. И стать отцами и матерями. Кто это? Это те, кто заботятся о детях. Кто такой отец? Отец, это значит заботливый. Первое. Это забота. Это защита. Станьте для кого-то защитой. Начните кому-то помогать. Начните о ком-то заботиться. Это если вы с капризами с такими говорите уже, с такими претензиями, это говорит о том, что вы сами ничего не делаете. Вам надо стать матерями и отцом. Призвание каждой девочки стать матерью в будущем. Призвание каждого мальчика стать отцом. Призвание каждого верующего также стать матерью и стать отцом. То есть о ком-то заботиться. О более слабом. Знаете, сколько верующих слабых? И мы не призваны их, знаете, подножки делать и смеяться над ними. Или издеваться над ними. О, слабак, слабак. Дынг, слабак. Дынг, слабак. Дынг, 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 слабак. Нет. Некоторых верующих просто надо поддерживать. Их надо вдохновлять. Им надо сказать то, что имеете вы. Я вам скажу точно. Когда вы станете отцом и матерью духовно, у вас не будет таких проблем. Проповеди не такие. То не так, это не так. Вы будете заняты чем-то. Когда человек не занят, он начинает ковыряться во всем. Когда человек сытый, он начинает в еде ковыряться. Уже в ресторан в какой-нибудь хороший придется, скажет, что здесь вообще никак. Вообще никак. Он приелся просто. Поэтому нам не надо вот так вот относиться. Нам надо просто найти людей, о ком мы можем заботиться. Либо взять, кого-то вписать в молитву свою и просто промаливать и молиться о нем. Молиться как о своем, скажем, духовном ребенке. И вот так вот заботиться о том, о другом, о третьем. В церкви что-то делать, заботиться о чем-то. Вы понимаете, материнство должно взыграть в конце концов. И отцовство должно взыграть. А не вот такое отцовство. Ты уже не знаешь, ты сидишь, да? Мне многие жаловались. И говорили, я не могу эти детские проповеди слушать. Я не могу больше слушать. А я ему говорю, тебе надо самому что-то начинать делать просто. Тебе надо взрослеть и заботиться о ком-то. Послушай, если ты мудрый верующий, я тебе скажу, и ты послушный верующий. Ты живешь по принципам первого псалма. То я тебе скажу вот это слово, напомню. Во время засухи, лист которого не вянет, ты будешь таким растением. Ты будешь таким деревом. Посаженных у потока вод. У потока вод. Во время засухи, засухи это кризис, это все, это нету дождя. Его лист не завянет, все будет завидать, потому что засуха. Это все, нету дождя. Это смерть. Твой лист будет зеленый. Ты будешь отличаться от всех. Почему? Потому что ты посажен у потока вод. Корни твои далеко и глубоко идут к водам. К небесным водам. И ты питаешься оттуда. Будьте благосоветны.